Легко давить на человека, когда он один. Если коллеги понимают, что ты борешься с ними не просто за что-то свое, а их это вообще никак не касается, то это же не только мне снизили расценки, это и вам снизили расценки. Они начинают давление на ваших коллег. Создают такой ореол не борца за свободу, не заатер такой. Они просто организовали ответную информационную войну. Что мы вот это делаем не просто для того, чтобы создать профсоюз, не просто для того, чтобы он был, не для того, чтобы говорить, что у нас он независимый, а для того, чтобы решать эти проблемы. Мы для этого его создали. Это наш инструмент. Всем привет! Вы снова на канале Факел. Меня зовут Дмитрий Громов. И рядом со мной Кирилл Сергеев. Привет! Привет всем! И сегодня мы хотим пообщаться на такую тему, как прививка от собственника. Дело вот в чем. Когда ты начинаешь профсоюзную какую-то борьбу или просто какое-то столкновение с собственником, с начальством, против тебя определенно, ты должен понимать, будет оказано какое-то давление. И в большинстве случаев работники это сами понимают, но, естественно, как мы говорили с тобой в прошлый раз, все это демонизируется до такой степени, что тебя уволят, тебя тут съедят, и тебя убьют, закатают в бетон и так далее. Давай обсудим сегодня, какие против тебя могут быть действия со стороны собственника, начальства, и что этому можно, в принципе, противопоставить. Ну, первое, мы начнем по такой градации с самого легкого до самого тяжелого. Самое легкое, что может представить собственник вам и работодатель, и то, на самом деле, что, мне кажется, вообще делается в 100% случаев, это моральное давление. Когда работодатель видит, что этот человек неудобен ему, что его действия вызывают какие-то нехорошие волнения среди работников, то он начинает с каких-то бесед вызывать к мастеру, к бугру, к начальнику и такими определенными словечками говорит, что если ты не успокоишься, то у тебя могут быть проблемы. Как правило, давят такими способами, вызывают к себе и начинают давить на социальное твое положение, на экономическое твое состояние. Говорят, у тебя что, детей есть, чем кормить со стороны? Ты что, хочешь вылететь и остаться без работы? Чем ты будешь кормить детей? И вот такими вещами они пытаются надавить на человека, причем они сразу смотрят, насколько возможен этот вариант. То есть, если они видят, что человек реально непробиваемый и с железным характером, вряд ли они вообще будут к этому способу прибегать. Но если они видят, что это особенно какая-то женщина, потому что очень часто я встречал в своей практике, что вызывали к себе женщин, которых, естественно, они в принципе морально слабее, наверное, чем мужчины. Не знаю, насколько она сейчас, обвинять в милистке. Скажи так, бывает по-разному. Ну, бывает по-разному, да, но на моей практике были такие случаи, что вызывали к себе и давили на вот это. Что тут можно противопоставить? Я все-таки добавлю, что в моей практике бывали обратные истории, и это не в угоду, так скажем, левому движению, а когда действительно мужчина оказался менее твердым, менее выдержанным, чем женщина. Так что, скажем, характер разный бывает. Да, я не помню. Что здесь противопоставить? Ну, первое известное правило, которое мы, как профсоюзники, рассказываем любому образовавшемуся профсоюзу, оно простое. Легко давить на человека, когда он один. Каким бы ты не был героем, каким бы ты не был хабрецом, одного тебя можно продавить. А вот когда ты чувствуешь коллектив, когда ты чувствуешь поддержку, то уже все выходит в другую сторону. И в угоду этому играет даже такое правило, которое мне известно и среди профсоюзников, и среди менеджеров, так скажем, высшего звена, которые пытаются бороться с тем, что на переговорах все всегда стараются привести со своей стороны больше людей, чтобы нас больше числом показать. Поэтому первое простое, никогда, ни в коем случае не разговаривайте с начальством в одном. Не давайте себя оставить в одиночке. Из этого вытекает второе правило, точнее, так скажем, совет. Ни по какому закону вы не обязаны разговаривать с начальством. У вас есть должностная инструкция. В этой должностной инструкции описаны все, что вы должны делать. И в этой должностной инструкции ничего не говорится о том, что вы должны ходить в службу безопасности. В этой должностной инструкции не говорится ничего о том, что вы срочно должны бежать к начальнику и разговаривать с ним. Поверьте, иногда, по-моему, проще помолчать, И послать на три буквы человека, ну, на три буквы не стоит, но просто сказать, я не хочу. И это средство, которое удивительно, но оно работает. Да, то есть если вы понимаете, что сейчас вы придете, вас вызывают в кабинет начальнику посреди смены, и вы понимаете, что вы там будете один, и на вас сейчас куча людей, которых там сидят уже подготовленные, обсудили, как выстраивать разговор, кто будет что говорить, на что будут давить, и вы понимаете, что один вы с этим не справитесь, то вы легко можете сказать, я сейчас работаю, выполняю свои должностные обязанности. И я не обязан по своей инструкции ходить в кабинет начальнику и услушивать то, что вы мне хотите сказать. Если у вас есть что-то по работе, приходите сюда, все вместе, мы будем здесь разговаривать, вы будете мне задавать вопросы по работе. Если эта тема не касается выполнения моих обязанностей, то вообще я с вами разговаривать не буду. После работы, если вас вызывают, это ваше личное время, вы вообще можете смело идти домой после смены и никуда не заходить. И тут еще вот из того, что ты сказал, можно сделать вывод, что никогда не начинайте никакие действия один. То есть не просто не разговаривайте с начальником по одному, а не начинайте ничего предпринимать, пока вы один. Потому что когда вы один, вероятность того, что вы чего-то добьетесь положительного, она тоже будет низкая. Но одному выдерживать вот это давление, которое на вас будет оказываться, его будет сложнее отбивать. Здесь надо даже сказать следующее, что, ну, действительно, наши коллеги иногда бывают козлами, наши коллеги иногда бывают трусами, но взгляните на них по-другому. Без них вы не сможете ни победить, ни выдержать это давление. И вам действительно нужно уметь с ними договариваться. Это вещь, которую иногда трудно пойти, потому что, не знаю, мне не выдали СИЗ, и мне проще пойти сейчас в охрану труда, там, всем накричать, всем там по уши, и мне выдадут. Но вы после этого паятесь на крючке у определенных людей, которые вас всегда будут вспоминать, думать. А вы подумаете, что СИЗы же не только вам не выдали, и другим, ну, да, они просто сейчас молчат. Но может стоить с ними поговорить, с ними пообщаться. И тогда вы решите эту проблему СИЗ более кардинально, чем если сейчас вы пойдете и выстроите себя героем. Да, ну и действительно, даже если бы случилась такая ситуация, когда ты остался один, и коллеги все отошли в сторону и наблюдают за твоим конфликтом со стороны, очень важна поддержка моральная твоих коллег. Если коллеги понимают, что ты борешься там с ними не просто там за что-то свое, а их это вообще никак не касается. И ты, то есть, своим вот этим конфликтом, открытым с начальством, да, хотя не ты его начал, возможно, не по твоей причине он вообще развивается, а по их, естественно. Каким-то образом он может отражаться на их процессе, на их вообще комфортности. То есть, за ними тоже могут начать там следить, что-то контролировать, ловить. И они могут начать высказывать тебе свой негатив о том, что это все из-за тебя. Вот когда так происходит, тут надо коллегам своим объяснять, что как бы я не из-за своего вообще-то чего-то там боюсь с ними, и не я это вообще начал. У нас началось из-за того, что там, допустим, средства индивидуальной защиты не выдают, но не выдают же не только мне, но и вам. Или если снизили расценки, и идет борьба за то, что там кто-то один возмутился этому, и на него начало оказаться давление, то это же не только мне снизили расценки, это и вам снизили расценки. Давайте мы вместе будем, надо пытаться с коллективом как-то. Без коллектива вообще ничего не получится. Даже если он не готов действовать открыто, но, по крайней мере, вы должны сделать так, чтобы коллектив вас понимал и оказывал вам какую-то моральную поддержку. Потому что, допустим, лично я помню, когда я оказывался в таких ситуациях, да, они такие случались все-таки, мне очень помогало то, что я видел, что ко мне подходили вообще люди, с которыми я даже раньше не общался, и подходили, и поддерживали. И вот это вот слово поддержки, оно очень тебя вдохновляет и дает тебе моральных сил не разворачиваться, не опускать руки и не уходить, а идти до конца. Ко мне подходили вплоть до того, что мастера, с которыми я даже не работал, или с которыми у меня были даже какие-то там рабочие, по рабочим моментам какие-то стычки, подходили и говорили, красава, держись до конца и не вздумай увольняться. И мне это добавляло сил и реально помогало. Поэтому, если даже вы видите, что ваш коллега ведет какую-то борьбу в одного, подойдите и поддержите его. Если не можете поддержать делом, поддержите хотя бы словом. Это очень поможет ему и, возможно, когда-то это что-то перерастет в более масштабное. Надо здесь сказать пару слов о том, что скоро у нас выйдет новый подкаст, в котором мы тему организации коллектива с нуля и того, как с ним взаимодействовать, как строить, мы расскажем более подробно. Вот, давай теперь перейдем ко второму методу давления со стороны собственников. Это, назовем ее, информационная война. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, скажем так, мы опять же идем по градации более легкому, более простому. И если до этого мы говорили о каком-то моральном давлении на вас в виде разговоров, в виде, я не знаю, каких-то таких простеньких уловок, то здесь идет о полноценной кампании против вас, когда, не оказывая на вас никакого ни финансового, ни физического давления, так скажем, оказывает на вас такое легкое моральное давление, которое, в принципе, все остается в рамках закона. Они нигде не нарушают рамках закона. То есть их не за что как бы обвинить, они просто выполняют, так скажем, свои интересы. Но что они делают в этих интересах? Они начинают давление на ваших коллег. Они начинают давление на вас в СМИ, которым они имеют смесь. Они начинают давление на, в том числе, ваших членов семьи, там, через телевизор и так далее. В общем, создают такой ореол не борца за свободу, а ореол такого шлепка, который действует не в рамках коллектива, а вот какие-то свои частные мелко-коростные интересы. Как этот Цивилев тогда на митинге говорил, вы бузатеры какие-то, мутите тут воду, что-то непонятное. Вот, есть такие. Сейчас на железной дороге в Омске, Новосибирске и Кемерово как раз таки машинисты и помощники машинистов создали новый профсоюз независимый. Как он называется? Альянс. Альянс железнодорожников. Да, Хорьб Новгород. Вот, и как раз таки администрация российских железных дорог быстро сориентировалась и нашла несколько человек из машинистов и заставила их, ну или попросила, не знаю, может быть, записать такие видеообращения, которые будут направлены против этого нового профсоюза и как раз, чтобы они там задали такие вопросы этим коллегам своим, что якобы у нас все нормально, у нас стабильность, а вы тут что-то воду мутите, у меня путевки выдаются, там подарки на Новый год. Вот это как раз таки элемент такой вот информационной войны, которая направлена против профсоюза. Что в этой ситуации может сделать этот новый малочисленный, наверное, пока еще профсоюз? Ну, я скажу, что они делают, вот, потому что, по моему мнению, в принципе, они идут в правильном направлении. Они просто организовали ответную информационную войну, благо, как бы, коллектив на стороне, и это решает, на самом деле, огромное количество проблем. То есть перед тем, как начать профсоюзные действия, у них уже был некий средств мнений в коллективе, и они понимали, что проблемы, которые они подняли, это проблемы реально волнуют людей. Второе, что люди реально поддерживают их по льбу. И третье, что люди реально знают о том, что они, это вот они, а не кто-то. Я могу так сказать, где-то была хорошая мысль сказана, что, ну, враг, так скажем, а работодатель иногда представляется враг, всегда пытается вырисовать из нас такого беса, нечеловека, такого урода, и тогда проще, ну, проще от тебя отвратиться, не поддерживать тебя и так далее. А когда это твой коллега, с которым, я извиняюсь, ты задним станком работаешь, с которым к тебе вчера приходил и рассказывал тебе по-человечески это все, ты уже не поверишь в то информационное прихнение, откровенно говоря, которое несут и видео, и газеты, выпускаемые на тех подстанциях, по которым ездят, и собрания, которые проводят начальники, и мастера. Люди слушают и уже бла-бла-бла говорят, да что-то вы какую-то лапшу на уши нам вешаете. Вот, так что я могу сказать эту информационную войну пока. И мы надеемся, что дальше так и будет продолжаться, проигрывая собственник. Там это много причин, но одна из них, и самое главное по мне, это то, что коллектив на деле реально знает, благодаря тому, что профсоюз работает, доносит свою точку зрения, и доносит свою точку зрения не через подставных лиц, а напрямую. То есть намного проще, когда к тебе пришел лидер профсоюз и говорит, я это я, вот, ты можешь мне задать любой вопрос, можешь спросить у меня, чего я хочу. Чего я хочу? Я хочу вот это и вот это. Разве это не так? Разве ты не этого же хочешь? И человек уже смотрит, он понимает, это перед ним не какое-то, не знаю, извращение ада, не какой-то там действительно полуголовый, как ты сказал, бузотер, который, а вот ты понимаешь, что у него просто нет выхода, что он пошел на это, потому что действительно он хочет работать в хороших условиях, как и ты. И тогда, когда, приходя домой, он смотрит очередное видео по ВК, в котором какой-то там машинист рассказывает о том, что вот появился, дескать, этот профсоюз, вот, дескать, он меняет наши отношения с работодателем и так далее, ты не веришь ими, ты уже понимаешь, что за этим стоит. То есть, ну, начиная какие-то действия, да, вскрываясь перед своим нанимателем, как профсоюз, ты должен изначально подготовиться к тому, что против тебя может быть такой вариант, как информационная война. И ты должен заранее продумать, как к нему подготовиться, как на него ответить. И вот в этой ситуации эти машинисты, которые уже вскрыты, которые уже не скрываются, что они состоят в новом профсоюзе, они со своей стороны могут подготовить такие же видеоответы, где рассказать, какие именно проблемы всех волнуют, причем чтобы это были реально не проблемы одного человека или там двух человек, которые столкнулись там в ходе каких-то рабочих моментов. Ну, бывают такие, случаются. А что это проблемы системные и которые касаются каждого машиниста, каждого помощника машиниста, что реально там лишают премий, талонов и так далее, и так далее. Много там всяких проблем. И что мы вот это делаем не просто для того, чтобы создать профсоюз, не просто для того, чтобы он был, и для того, чтобы говорить, что у нас он независимый, а для того, чтобы решать эти проблемы. Мы для этого его создали, это наш инструмент. А вы, как бы, являетесь просто халуями российских железных дорог, которых либо пообещали продвинуть по карьерной лестнице, либо купили какими-то другими анишниками. Здесь надо сказать следующее вещь, что информационная война бывает направлена против коллег, чтобы, так скажем, строить одну категорию с другой, а иногда бывает вообще не с направлением. То есть строить, я уже не раз видел, когда, допустим, люди на заводе организуют забастовку, и они не поставили нормальной связи с общественностью. Они не донесли свою точку зрения. И в результате их рисуют, что это вот обнаглевшие чуваки, которые там обжирели, они вот сейчас хотят... У них хорошая зарплата, они еще чего-то требуют, у них выше, чем по региону среднее, а они вот там кого-то возмущаются. И вот в этом случае как раз, если в первом случае, мое мнение, информационная компания в противовес работодателю должна быть направлена на работника, чтобы им объяснить, чтобы объяснить, что у нас общий интерес и так далее, то во втором случае, и я часто вижу, когда и профсоюзы, причем вроде бы такие хорошие профсоюзы, забывают об этом. Забывают о том, что им необходима поддержка общественности, что необходимо посмотреть, кто покупает ваши товары, кто как бы с ними общается, какие СМИ, так скажем, могут эту точку зрения в вашу путево поставить. И до начала всех этих историй найти связи. А потом, ну просто нанести свою точку зрения, просто рассказать. Люди иногда стремаются рассказывать о себе, стремаются, так скажем, преподносить свою точку зрения, и они проигрывают. Да, причем наниматель, собственник тоже создает такие предпосылки для того, чтобы люди стремались, как ты выразился, освещать свои действия, да, свою борьбу в общественности. Они, когда что-то начинается, они начинают говорить в информационном поле, опять же, что вот они выносят сор из избы, к нам никто не подходил, ничего не говорил, вот они начали для того, чтобы пропиариться. Всегда применяются вот эти вот штамбы. Бывает на меня, когда я начал, ну вот у нас была ситуация на Алтайвагоне за условия труда, за технику безопасности, меня представляли как такого засланного шпиона, которого заслали конкуренты для того, чтобы он дестабилизировал ситуацию на заводе, и, то есть, конкуренты, чтобы этот завод отжалили у него заказы. Еще какие-то были вообще разные всякие домыслы, и они реально доходят до абсурда, и казалось бы, блин, кто в это поверит, а реально это работает, и если ты не освещаешь это, если ты не общаешься с коллегами, и не освещаешь все это для общественности, то тебя так и будут воспринимать. Поэтому очень важно к этому быть готовым заранее, очень важно продумать это, и подготовить ответные действия в информационной вот этой компании. Здесь важно обдобрый марк еще сделать. Иногда люди думают, ну вот СМИ куплены, там жителям пофигу на нас, и так далее. Нет, вот правда, в каждом деле я всегда вижу, что всегда есть силы, которые на вашей стороне. Просто они не знают о том, кто вы такие, действительно, и за что вы. Донесите свою точку зрения, выскажитесь. Всегда найдутся небольшой пласт СМИ, небольшой пласт общественности, которая вас поддержит и встанет на вашу точку зрения. Просто они не станут, если вы о себе не заявите. Ищите. И просто как пример, была история с Озоном буквально недавно, и вот во время разгара всего этого, там работодатель, прям видно, доносил свою точку зрения, что это вот просто чуваки, которые мы тут производство налаживаем, мы снижаем издержки, они вот этому противятся, противятся новым способам управления и так далее. И вообще там не все пластуют там часть. И я могу так сказать, если бы не люди, которые приехали туда и сделали пресс-релиз, если бы не люди, которые донесли нормальную точку зрения, то я вообще не знаю, как повернулась бы история. Потому что СМИ бы донесли точку зрения работодателей, может, никто бы и не заинтересовался этим. Но если бы когда вот это мы сделали, то что у них произошло? Ну, по сути, СМИ реально, если бы вот там даже вот сейчас исторически взглянуть на тот период и прочесть заголовки СМИ, видно, что СМИ встала на их сторону, на сторону работников. То есть огромное давление на работодателей было оказано, и во многом, поэтому я считаю, за бастовками была выиграна в том числе вот эта информационная шумия. То есть если бы этого не было, возможно, они бы просто не выиграли. Следующее возможное давление на вас – это перевод на менее оплачиваемую позицию. Что в этом случае можно противопоставить? И как вообще он оформляется? Давай начнем с этого. Да, нужно сказать, что мы часто путаем две понятия. Первое понятие – это перемещение работника, второе – перевод. Все крайне просто. Перемещение работника является такое его перемещение с одного места на другое, при котором не меняется ни одно из условий трудового договора. Когда вы принимаете, вас принимают на работу, вы заключаете трудовой договор. В этом трудовом договоре фиксируется ваша профессия, ваш оклад обязательно. Причем то, что касается премиальных и так далее, фиксируется соответствующим документам, с которых трудовой договор ссылается. И ваше рабочее место. Там обязательно написано – цех, участок, либо весь завод, к сожалению, бывает так. И, кроме того, в трудовом договоре, кстати, тоже важно – фиксируется время работы. Там всегда написано – приняли ли вас на сменный график, на обычный график и так далее. Что важно, в течение работы мы постоянно, точнее работодатель, собственник предприятия, постоянно с работниками заключают дополнения к трудовому договору, в которых изменяет первоначальный трудовой договор. Так вот, каждое из этих дополнений требует обязательной добровольной подписи работника. Если он его не подписывает, то значит, он не соглашается, и работодатель не вправе его поменять, эти условия трудового договора, за него. Так вот, к чему я это говорил? Вот эти условия трудового договора, о которых я сказал, нельзя изменить без добровольного согласия работника. Если вы не согласны – все, вот нельзя никоим образом. Но, оставаясь в рамках этих условий трудового договора, работодатель имеет полное право, не спрашивая у работника, просто переводить его с одного рабочего места на другое. Так вот, этот перевод, когда все основные существенные условия трудового договора не поменялись, называется перемещением. А такой перевод работника с одного рабочего места на другого, при котором существенные условия трудового договора поменялись, называется переводом. И перевод требует письменного согласия работника, что важно, оно является добровольным. Перемещения нет. Тут сложно что-то сделать, потому что если тебя перемещают в рамках одного структурного подразделения, то все в рамках закона. И, допустим, тебя перемещают, и у тебя становится меньше зарплаты. И таким образом оказывается такое финансовое давление на тебя, вводятся санкции, можно сказать, если пользоваться этим терминами. Что тут можно делать? Ты можешь начать работать по должностным инструкциям, то есть, по сути дела, объявить такую внегласную итальянскую забастовку для того, чтобы осложнить трудовой процесс, затормозить его всяческим образом, и для того, чтобы тебя на этой позиции твоим начальникам содержать было невыгодно, для того, чтобы ты постоянно пудрил мозги всякими заявлениями, докладными, служебными записками, о том, что у тебя на этом месте работа неисправна, это, о том, что у тебя нет деталей, за которыми надо ходить, а ты не будешь этого делать, о том, что у тебя тут неисправно оборудование, нет вытяжки, и ты можешь вообще начать, допустим, запросить карту рабочего места и затребовать досрочную, то есть, проведение специальной оценки условий труда, то есть, разные методы можно использовать, к этому тоже нужно готовиться заранее, вы должны посмотреть все документы, которые есть, которые касаются вашей работы, за которые вы можете зацепиться, и предусмотреть, опять же, заранее, если вы идете на вот это столкновение, то вы должны предусмотреть, что против вас может быть использован и этот вариант. И подготовиться к нему, найти заранее все эти должностные инструкции, документы вам их должны предоставить, без всяких проблем, и продумать, как вы будете действовать в этом случае. И вот, когда вы начинаете пудрить мозги, то какой-то определенный период будут это терпеть, будут отвечать на это, будут вам выписывать какие-то тоже ответные отписки, но все зависит от того, в какую сторону будет развиваться этот конфликт и это противостояние. Опять же, вы можете его сами направлять в ту или иную сторону, и если вы понимаете, что вы один, то вам в ваших интересах проще свести этот конфликт на нет, и чтобы от вас отстали. Вы должны делать так, чтобы вы пудрите мозги, но говорили, что, блин, вот вы меня переведите отсюда, потому что я здесь мало получаю, и я отстану от вас, и не буду ничего писать, и я хочу работать. Давайте по-нормальному договариваться, какие-то дипломатические вещи тут пробовать подключать. И все равно вы должны понимать, что когда на вот этой позиции работает человек, который тормозит всяческий процесс, а от него зависят другие участки, когда создаете головников своими вот этими докладными и служебными записками, то какое-то время вас можно потерпеть, но постоянно вот это терпеть очень сложно, и в какой-то момент вы должны создать такие условия, что проще от вас отстать, и чтобы вас перевели на нормальное место, на котором вы до этого работали, и платить вам нормальную зарплату. Но если вы опять же идете на обострение конфликта, и вы видите, что нельзя никак этот конфликт замять, и остальные вас не поддерживают, то тут уже надо смотреть по ситуации, наверное, и в каких-то случаях нужно идти до конца, в каких-то случаях нужно проявить дипломатичность и пойти попробовать через кого-то поговорить. Ну вот как-то так, наверное. Ну, надо здесь сказать, что до этого мы разбирали такие меры, как давление на одного и информационная компания, и даже там мы говорили, что вам необходимо доходить до этого состояния в идеале, когда уже у вас есть связь с коллективом, когда у вас есть хотя бы некий протопрофсоюз, так скажем, готовый коллектив, с которым есть связь и так далее, тогда вам проще бороться. А еще более это касается этого средства, давления на вас. Если, грубо говоря, у вас уже есть, пусть не вскрытый, подпольный протопрофсоюз, или даже уже вскрытый, но готовый друг за другом стоять, то на самом деле проблема, ну, не то чтобы легко решается, но она решается. Я помню один из хороших примеров, реально, который был на практике, он был связан с коронавлением, человека перевели с хорошего крана на плохое. На самом деле он не потерял зарплате, но мы все знаем, что работать на рабочем месте, которое убрано, которое новое, которое не ломается, намного проще, чем на рабочем месте, которое все прожарело, ветер, вот, скажем, шатает, и вообще очень тяжело работать. Крановые сделали очень легко. Их было немного, но они между собой договорились, было вот эти взаимоотношения нормальные, они сказали, мы на Украине не будем работать. Даже если нас будут туда ставить, мы будем говорить работодатель, потому что мы не хотим туда переходить на этот кран, просто все. И два дня собственник не мог найти, кого поставить на этот кран. Ну это опять же, видимо, такая специфика была отношений на той или иной строительной. Нет, я не говорю, что вот, был готов, это просто профсоюз по мне уже был, то есть это был готовый коллектив, которого, ну, нельзя было сказать, да чего вы деньги там потерять, я тоже на людей не действовал. Они понимали, сегодня его, завтра нас. Они понимали, что, я просто к тому говорю, что самое главное средство борьбы на этом этапе, это в идеале вступить в это действие, когда вы имеете такой профсоюз. Потому что если вы в это вступаете, и вы до сих пор один, ну, что-то прошло не так. Конечно, ты рассказал, что стоит делать, но вам стоит задуматься, а может быть стоит отступить, а может быть стоит сейчас с коллективом найти, так скажем, взаимопонимание и выстроить более правильную профсоюзную компанию. Тогда вы сможете победить. Потому что, по мне, иногда проще отступить, иногда проще, так скажем, немножечко свою гордость примерить на период, но чтобы потом, создав нормальный профсоюз, ударить так, что с вами не справиться. Да. Следующее депримирование. То есть тоже распространенное явление. У нас у всех зачастую зарплата поделена на оклад фиксированный, который у нас никак нельзя отнять, и какая-то часть зарплаты, которая называется премией. И здесь такое поле для давления, опять же, на вас. За что могут лишить премии, за что могут ли вообще, и как это все, как в этом случае можем мы противостоять? Да. Ну, давайте начнем с простого, о чем, к моему удивлению, не знает большинство работников, о том, что премии лишить просто так нельзя. Штрафы наложить на работник просто так нельзя. В Трудовом кодексе нет такого понятия штрафа, а премия в Трудовом кодексе, да и вообще в любом федеральном законе, говорится о том, что она должна быть выплачиваться согласно локальным нормативным актам. То есть, грубо говоря, у работодателя есть документ, в большинстве случаев называется положение премирования, в котором написано, за что премия выплачивается, и за что она не выплачивается. И с юридической точки зрения работодатель, собственник предприятия, не имеет права просто так взять и не выплачивать. Он обязан найти там какую-то зацепку и на основании ее вам не выплатить. Еще бывает такая интересная особенность, что у нас большинство работников работает сверхурочным, и они очень дорожат этими сверхурочными часами, а когда начинается борьба, собственник говорит, теперь у вас не будет сверхурочных часов, и большей части заработной платы нет. И тут он как бы ничего не нарушает. А еще есть такая история, как сделка, и тоже как бы с точки зрения премии вас ничего не забирает, но у вас не так много работы. Вам, грубо говоря, не выдали столько материалов, чтобы вы там произвели определенное количество люков, определенное количество запчастей, деталей, не знаю, что выпускать. И, кстати, вы как бы выпускаете немного меньше продукции и теряете заработной платы. Что здесь делать? У меня ответ простой. Все обычно пытаются там смотреть документы, найти там ответ и так далее. Я все время говорю следующее. Вот у нас недавно была история с работниками теплоэлектростанции, которые такие, ну вот он же законно поступил, он же вот нас лишил премии по этому положению премирования. Я говорю им так, ребята, знаете, вот самое важное не то, что законно или незаконно, и вообще все профсоюзы ориентируют на это. Ни в каком трудовом кодексе, ни в каком федеральном законе, не запрещено требовать большую заработную плату, чем вам положено. Это законно тоже. И вопрос не в законной и незаконной, а вопрос в том, довольны вы своей заработной платой или недовольны. И если вы недовольны, вы имеете полное право начать нормальную компанию и добиваться того, чтобы она была выше. Выше со всеми премиальными окладами и тому подобное. Но ваша заработная плата должна быть такая, чтобы вы не страдали в ипотеках, чтобы вы не мучились и тому подобное. И дело здесь еще раз в законах. Дело в том, какая у вас заработная плата. Дело не в премии. Премия – это существенная часть заработной платы, если вы на нее рассчитываете. Дело не в сделке. Если, грубо говоря, вы без этой сделки не можете там прожить, не можете своих детей воспитать и не можете сделать ипотеку, так это проблема, которую надо решать. Поэтому я отвечаю следующим образом. Конечно, людей решают премию и всяческим образом снижают заработную плату. На это нужно отвечать нормальной профсоюзной компании, которая использует все известные профсоюзные средства для того, чтобы добиться, чтобы заработная плата и у вас, и у ваших коллег вернулась выше. А в идеале привести к тому, как привели, допустим, на форте, чтобы вся премия входила в отклад, чтобы не было никакой сделки, а вы всегда, если отработали 8 часов, получали свою полную заработную плату, вне зависимости от того, сколько произведена продукция. Потому что это не ваши проблемы, что вы произвели там меньше машин, меньше запчастей. Это проблемы вашего работодателя, что он не доставил вовремя детали, что он не обеспечил нормальную организацию труда и тому подобное и так далее, что он вас не смог применить. Если вы плохо работаете, ну извиняюсь, из должностной инструкции. Нарушили какой-то пункт, всегда можно уволить человека. А если человек выполняет свой должностной инструкции, какие-то претензии? Следующий вид давления – это увольнение и дисциплинарки. То есть, бывает, тебе подходят и дают тебе заявление, уже заполненное по собственному желанию, и от тебя говорят «подписывай, мы тебя увольняем». Вот как раз на той неделе, по-моему, произошел такой случай, что торговая сеть «Марера», которая в Алтайской, ну в Сибири расположена, у нее большая сеть там, на складе ребята стояли, ну у них не было заказов, и наборщики стояли и что-то обалдели между собой. Обмотали чувака скотчем. Ну, я не знаю для чего, но угорали они так. У них было свободное время, видно было, что там стоит много народу, что это не просто чуваки, которые, два чувака, которые устали работать, и они стоят просто в свое рабочее время отдыхают. Видно было, что там стоит много народу, значит, заказов не было. И вот обмотали чувака скотчем, и там куда-то его там закинули вроде так, ну ха-ха-хи-хи похохотали. И после этого сняли это кто-то на видео, и оно дошло до какого-то начальника. И этот начальник уволил этих чуваков, которые просто угорали и ничего по сути не сделали. Но я когда узнал об этом, я спросил, а за что он вообще их уволил? А оказалось, что просто к ним подошли и сказали, мы тебя увольняем, подписывай по собственному желанию. Блин, не подписывай! Зачем вы подписываете такое заявление? Вы ничего не нарушили, по сути. Если там можно было как-то, вы нарушили какое-то правило внутреннего трудового распорядка, вам могут максимум за это выписать дисциплинарное взыскание в письменном виде, и за это вас никто не может уволить. Это скорее вот относится к тем мерам, о которых мы говорили вначале, то есть относится к моральному давлению. Когда к человеку подходят и говорят, увольняйся. Ну блин, зачем ты подписываешь это? Не подписывай, тебя никто не уволит. С другой стороны, как обычно действуют вот эти начальники, они начинают искать дисциплинарные нарушения какие-то, могут даже делать служебные подлоги, могут их фальсифицировать, и вот тебе выписывать из-за неоднократного нарушения правил внутреннего трудового распорядка, тебя уже уволят. Что тут мы можем взять? Ну, первое и самое простое, нужно знать трудовой кодекс. На самом деле их все говорят, что это огромный документ, он читается достаточно легко, большинство разделов относятся к отдельным специальностям, которые к вам не относятся, а уж то, что касается увольнений, там вообще все просто. Одна статья, в ней, я могу ошибаться, ну, не больше десяти пунктов, и вот реально, за что вас могут, вот так скажем, уволить, это действительно нарушение ваших трудовых обязанностей. Вот это самое распространенное, за что увольняют. А что значит нарушение ваших трудовых обязанностей? Это значит нарушение того, что прописано в единственном документе, который вас обязывает, в котором расписана вся ваша деятельность. Это должностная инструкция. Если вы выполняете должностную инструкцию от и до, если вы знаете от и до ее, а я извиняюсь, не раз встречал работников, которые ее не знают, как потом объяснялось, что они просто в свое время подписали, ознакомление с ней не видя ее, ну, как бы, как это говорится у нас, на лопуха и жизнь хороша. Вот. Это как раз то, о чем мы говорили с тобой в прошлый раз, когда мы говорили, что в большинстве случаев эти люди, руководство, собственники, они давят на незнание людей своих прав и обязанностей. Тебя могут уволить только за два таких проступка. Это врагу и за то, что ты находишься на работе в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Вот за эти две вещи тебя могут уволить сразу. Все просто. Ну да. Если ты бухаешь или прогуливаешь, то ни о каком вообще отстаивании своих прав у тебя, в принципе, речи быть не может. Скажи, что такое прогул? Ну, прогул – это когда ты отсутствуешь на работе больше четырех часов в течение смены. То есть, если ты опоздал на работу, это не прогул. За это тебе могут выписать дисциплинарное замечание или выговор сделать, но уволить тебя за это нельзя. А если ты отсутствуешь на работе более четырех часов, то за это тебя уже могут уволить. И вот здесь, говоря о том, что могут делать какие-то подлоги, опять же, ты заранее, когда ты идешь на конфликт, на отстаивание своих прав, и ты понимаешь, что против тебя будут применяться какие-то действия, ты должен продумать и, в принципе, знать о том, какие методы вообще могут быть. У меня была такая ситуация. Короче, к нам на завод приезжал губернатор в то время, когда у нас было вот это противостояние с начальством. И до этого меня попросили написать какую-то объяснительную, я не помню уже. Я взял, естественно, два дня на ее написание, и вот у меня в этот день подходил срок мой. Но так как у меня график сменный, этот день выпал на мой выходной, ну и, в принципе, мне никакого труда не доставляло доехать до завода. И отдать эту объяснительную, я ее писал на имя генерального директора. То есть меня попросили на начальника цеха написать, а я писал в ответ, чтобы ударить как бы более сильно, сделать более сильный ход на имя генерального директора. И вот для того, чтобы мне его застать, я должен был приехать в свое нерабочее время. И я приехал на завод, а у меня заблокирован пропуск. Они это сделали для того, чтобы я не попал на вот эту вот встречу с губернатором и что-нибудь там не выкинул. Хотя я этого даже и не планировал делать, мне это было вообще по барабану. Но пропуск заблокировали, сказали, что ты объяснительную можешь потом передать, мы тебе даем кучу времени, все это запротоколировали и так далее. Я уехал домой, и вечером мне надо было выходить в ночную смену. Я приезжаю на работу, а у меня пропуск по-прежнему заблокирован. И никакого из начальства вот этих вот служб безопасности нету. Есть охранник, которому сказали не пускать. И меня не пускают. Что нужно сделать? Я просто начал, я сел и начал писать бумагу, служебную записку о том, что я пришел в такое-то время на свою смену, и у меня не работает пропуск. Охранник меня не пускает по распоряжению вышестоящего начальства. И мне нужна была подпись двух свидетелей, которые бы заходили в это время на смену, чтобы они это подтвердили. Все, я бы одну эту бумагу отдал им, вторую я бы оставил себе. И в случае, если бы меня хотели бы поймать на том, что я прогулял смену, из-за того, что у меня не работал пропуск, я бы вот эту бумагу как раз предъявил и себя как бы всю ответственность за это снял. Вот такие вещи нужно тоже знать и продумать, чтобы не подставляться. Если у тебя есть график, а тебя каким-то ухищрениями пытаются отстранить от этого, у тебя всегда должны быть бумаги. То есть на словах, если тебе сказали, у тебя сегодня выходной, иди отдыхай, ты не должен в этом уверить, потому что ты понимаешь, что тебя могут поймать и расценить это как прогул и уволить. Ты должен любое, что отклоняется от твоего графика, ты должен запрашивать это все в письменном виде, чтобы потом с тебя не спросили, что ага, вот ты здесь прогулял, хотя тебе до этого кто-то сказал, что у тебя выходной или там на предприятии объявлен простой на две недели, а приходишь через две недели, а говорят, а простой был неделю, и ты неделю уже прогуливаешь. Так что любые всякие отступления от твоего графика, ты запрашиваешь бумаги какие-то, которые бы это подтверждали, не ведешься на все это. И что касается дисциплинара, да, ты должен опять же соблюдать все свои должностные инструкции и их выполнять. Тебя могут за то, что ты не выполняешь свои должностные инструкции, ну, например, у тебя написано, ты должен проверить выдержку... Одна, если что, должностная инструкция. Ну, да, то есть, ну, там много пунктов. Если ты какой-то из них не выполнил по причине того, что он никогда на этом предприятии не выполнялся, и никто его не выполняет, например, отсутствие выдержек, да, на сварочном цеху. У тебя в должностной инструкции написано, что ты должен прийти на свое рабочее место и проверить исправность работы в вентиляции. Но у нас не было вентиляции на рабочем месте, и никогда ее не было, и ни у кого. И в этой ситуации ты приходишь и пишешь... То есть, это могут использовать ты, и это использовать могут также против тебя. Можешь ты написать, что у меня на моем рабочем месте нет вытяжки, и в этих условиях, которые угрожают моим здоровью и моей жизни, я отказываюсь работать. И в этом случае ты будешь прав. Но если ты этого не делаешь, так как это никогда и никто не делал, то против тебя могут это использовать. Написать, что вот на твоем рабочем месте не было вытяжки, а ты начал работать. Почему ты вообще нарушаешь свою должностную инструкцию и нарушаешь инструкцию по охране труда? И выписать тебе на этом основании дисциплинарное взыскание. И вот потом ходи и доказывай. То есть... Да, здесь надо добавить, что еще раз я хотел бы кратко запомнить несколько вещей. Первая вещь. Действительно, смотрите, есть должностная инструкция, и есть еще инструкция об охране труда. Обязаны быть два вот этих документа на вашу специальность, на вашу профессию. Вот везде такое есть. И вас обязаны с ними ознакомить под роспись. И, скорее всего, вы ознакомили, но не смотрели. Значит, вы имеете право... Вы человек, вы могли забыть. Вы имеете право запросить их, сделать их копию, прочитать от и до, но вы обязаны их знать. Иначе в любом из них могут найти пункт, по которому могут подцепить. Это первое. Второе. Также хочу резюнировать то, что ты говорил, и то, что важно. Запомните следующую вещь. Любое действие, которое вы делаете или делают к вам, в идеале, это советуют и все ревизы, и на практике я видел, как это работает просто отлично. Документировать. Я не знаю, вас не пустили, документируйте. Запомните документ, который будет и в суде, и даже у работодателя, как кость в горле. Это следующее. Нет у него никакой шапки. Просто вы описываете ситуацию, обязательно ставите дату, когда это произошло, и одну вашу подпись. В идеале, если будет еще две подписи свидетелей, он будет больше эритическую силу иметь. Но даже если нет двух свидетелей, если будет ваша подпись, дата и описание событий, это отличный документ. Вас не пускают на работу? Документ. К вам пришли на вас на рал начальник? Документ. Вы пришли и вам выдали сапоги, в которых нельзя работать? Документ. Вы пришли и не можете проверить вентиляцию? Документ. Не пытайтесь, играйте с ними документами. Это прям то, против чего сложнее. Не обречайте работу общему работодателю. И последний момент, который я хотел бы вот здесь прям выделить, потому что я с ним не раз сталкивался. Нужно отбросить иллюзии. Вот есть период, когда вы не боретесь с работодателем. Когда вы просто работаете. У вас нету острого кризиса. И здесь, ну, очень мало, на самом деле, таких собственников, которые уже совсем дураки, до каждого рабочего, так скажем, доканываются. Они им все прощают, там, то, что, ну, иногда бывает, вот там все, как бы, эти трубы иногда доворовывают. Ну, и мастер так сквозь глаза смотрит. Ну, в общем, я просто говорю, что вот эта обстановка, которая во время, когда борьбы нету, она совсем другая, когда она есть. И вы должны понимать этот момент. Вы должны его четко уловить. И вот как только пришла борьба, нужно откинуть все люди. Вас сейчас будут давить. И что бы мы ни говорили, собственник тоже не дурак. Он не зря этот бизнес держит. Он не зря прибыль зарабатывает. Он понимает, что у него угроза. Он будет использовать все способы борьбы, это факт, против вас. Вам все еще нужно понять. Вам нужно понять, что жизнь ваша изменилась. Что с этой точки зрения вы уже не как раньше работаете. Вы реально исполняете должностную инструкцию. Вы не как раньше, там, прощаете своему мастеру вот все эти вещи, что зовут. Вы фиксируете все это. Вы не как раньше, там, вам говорят, вон, иди, там, в другой цех поработать. Ну, ладно, пойду. Я с ним, там, пиво пил и так далее. Все. Это сейчас все и считается. То, что вы с ним когда-то пили пиво и были хорошие взаимоотношения, сейчас все по-другому. То есть очень важно понять, что момент изменился. И вам сейчас для того, чтобы себя защитить и коллег своих защитить, нужно взять себя в руки и не облегчать жизнь работодателю. Действительно, встать таким костью в горле, выполнять свою должностную инструкцию, выполнять свою охрану труда, фиксировать все нарушения с их стороны и все попытки принудить вас к чему-то. И следить за тем, что когда, так скажем, вот, ну, как это скажем, я хорошо приведу аналогию. Мне, когда обучили меня на права, говорили так, вот ты едешь на машине, попадаешь в какую-то ситуацию, в которую ты не можешь разобраться, остановись, куча аварийку, подожди и поедешь. Да, это не всегда правильно, но зато ты не попадешь в аварию. Вот я могу так сказать, если вы на работе попадаете в ситуацию, в которую ничего не можете разобрать, и чувствуете давление, и чувствуете проблемы, всегда совет берите, пишите документы. Вот просто останавливайтесь, ни с кем не говорите, описывайте документы, что происходит сейчас, почему вы попали в такую ситуацию, ставите свою подпись и дату, все, и говорите, у меня два дня по закону, на то, чтобы в этом разобраться. Приходят к вам, говорят, ты уволен, ты такой смотришь на него в глаза и не знаешь, что делать. Все очень просто, записывайте документы. Пришел начальник, нарвал на меня, сказал, что меня уволят. Дата, подпись, двух свидетелей, идите домой спокойно, все, у вас как бы засвидетельствует. Вот я прям такой совет советую. Да, и вот мы затронули уже тему таких подстав, и вот давай ее... Кстати, да, я вас хотел добавить, потому что сказал, не стройте иллюзии, их надо откинуть, потому что в моей практике, опять же, у меня много чего было уже, и от чего нужно отталкиваться. Если у вас, к сожалению, хороший, да, ну, а может, к счастью, потому что это тоже опыт, и он лучше, что он есть. То есть, если у вас хорошее отношение с мастером, который вроде бы все это время с вами, там, здоровался, никогда против вас ничего не говорил, в принципе, вы с ним в нормальных отношениях были, то вот когда у вас начинается вот это вот, вы перешли в эту черту, да, и линию войны, то этот мастер, ну, бывают такие случаи, когда нормально вроде бы пацан становится просто конченой гнидой. И к этому, опять же, нужно быть готовым заранее. И подготовить, если вы понимаете, что мастер, то это может так вот перейти на ту сторону и начать играть против вас, подготовьте заранее на него какой-нибудь компроматик. Ходит он, допустим, нету строполя на участке, мастер берет, не имея ни каски, ни корочек строполя, начинает цеплять краном какие-то вещи для того, чтобы их перевести. Снимите его на камеру из, там, где-нибудь в сторонке. Потом против него можете использовать, что он нарушает, во-первых, тоже технику безопасности и так далее. У вас будет чем играть против него. И потом он задумается уже, стоит ли ему активно так усердствовать против вас, там, ловить вас где-то, или писать на вас какие-то докладные. Или ему лучше этого не делать, как бы, и соблюдать такой более-менее нейтралитет. Записывайте все на диктофон, все разговоры с начальством. Приходит к вам кто-то, включайте диктофон, можете, если у вас есть возможность, это сделать скрытно. Если нет возможности, к вам подошли и начинают вам что-то угрожать или что-то вам вменять, включайте диктофон и начинайте разговаривать. Сразу меняется вообще тот разговор. Если у вас кто-то, там, орет матом или что-то вам там как-то угрожает, это можно, опять же, использовать против этих людей, подавать в суд на них и требовать, чтобы их, как бы, отстранили вообще от работы и доказывать, что они не соответствуют и пользуются, превышая свои должностные полномочия. Ну, здесь важно еще сказать, еще раз повторю этот момент, что действительно, вот есть грань, и я не раз ее видел, как вот все понимают, что ты в своей борьбе с импотодателем перешел эту его грань. Началась война. Если до этого это были стычки, то сейчас началась война. И действительно, люди начинают делиться на два лагеря. Одни, те, которые тебя поддерживают, иногда тихо, иногда активно, а другие, они переходят эту сторону. Раньше они были твоими коллегами, а тут становится противовес. И нужно, мы об этом заранее говорили, вот по возможности эту грань оттянуть. Для нас это называется тот самый процесс вскрытия, потому что мы понимаем, что после того, как узнал собственник о том, что вы не просто там, Вася, а вы создаете здесь свою организацию, и вы намерены здесь оставаться надолго и биться за право рабочих. И вот как только собственник понимает этот момент, к вам начинается себе другое отношение. И важно, первое, этот момент по возможности отдалить, чтобы использовать все рычаги, вот так скажем, мирного времени, для того, чтобы набрать все мышцы, для того, чтобы набрать массу, для того, чтобы набрать поддержку, для того, чтобы набрать связи. А с другой стороны, понять четко, когда этот момент прошел, и по максимуму выложится. Вы знаете, мы тут все время рисуем действительно собственника, что вот он то может, вот то может, и так далее. Но ведь он еще, как бы, получает прибыль. Он, кроме того, что, ну, как бы мы 8 часов работаем, мы тоже 8 часов работаем. Он не 8 часов борется с нами. Он не 8 часов там кидает всех людей, придумывает. Ему нужно с вами разобраться как можно быстро, чтобы он потом вздохнул и начал спокойно работать. А если вы сейчас всеми способами затянете эту борьбу, если вы сделаете длинную профсоюзную кампанию, в течение которой каждому шагу будете в процессе вставлять свой, то, ребята, в какой-то момент он может сдаться. Он может действительно подумать, а что ему выгоднее, зарабатывать или договориться с вами. И мы знаем много способов, много ситуаций, когда все, что мы здесь перечисляли, вдруг заканчивалось, потому что была достигнута договоренность. Была, можно так сказать, достигнута победа. То есть еще раз, не стройте иллюзии, что победа может быть достигнута вот по мгновению палочки. Не бывает. Особенно, мне кажется, в российской среде, потому что здесь вот такие собственники, есть какая-то такая свадьба, гордость. Типа он же мою власть здесь захватывает и так далее. Но даже эта гордость ломается, когда он понимает, что, блин, это долго, мне это надоело, надо что-то с этим делать, и я уже не знаю способы. Тогда да, он идет на переговор. Так сделайте. На самом деле, вот я недавно, опять же, с работником теплоэлектростанции, когда мы разговаривали, я ему сказал прям следующее. Я говорю, ребята, вот вы перешли черту. Переговоры закончились. Мы уже видим, что началось небольшое давление. Вот сейчас вы должны понять этот момент, прочувствовать его и подойти к нему со всей серьезностью. Вот прям подойти. И они подошли. Ну, и тьфу-тьфу, не знаю, что будет дальше, но они реально доставили все свои должностные инструкции, вот реально работает все, как на них написано, на них другие посмотрят, но они так делают. И я вижу, что уже меньше зацепок. Вот главный совет еще раз. Ловите этот момент и не дайте работодателю подцепить вас. Сделайте нормальную пресс-союзную компанию. Да, резюмируя наш разговор, еще раз. Когда вы начинаете готовить какие-то свои действия, защищая свои права или отстаивая свои интересы, вы заранее должны быть готовы к тому, что против вас начнет оказываться какое-то давление. В принципе, все виды давления мы сегодня перечислили и разобрали, в какой форме они могут производиться и как к ним им можно противостоять. И вот до того момента, когда вы начинаете вот эту открытую борьбу, вы должны продумать все эти механизмы, учесть специфику своего предприятия, учесть специфику своих начальников и заранее ко всем вот этим сценариям подготовиться. Вы должны заранее найти свои документы, должностные инструкции, инструкции по охране труда. Вы должны заранее подготовить компромат на каких-нибудь начальников и мастеров, которым можете потом их давить. Вы должны заранее подготовить своих коллег к тому, что будет оказываться это давление. Но в этом ничего нет страшного, этому можно и нужно, в принципе, противостоять. И никого от этого не убьют, никто не останется без работы, никто не будет закатан в бетон и так далее. Все это нормальные средства такой борьбы за то, в каких условиях вы будете работать. Ну и наконец нужно сказать, что мы все время говорим о профсоюзах, не просто потому, что это блажь какая-то, или мы хотим, чтобы просто нам нравилось, и мы хотим, чтобы работники объединялись, а потому, что это жизнь, это реально. В одного все, что ты сказал, выполнить крайне сложно. В одного действительно собственников вас победит. Но в чем ваша сила? Почему мы все время об этом говорим? Ваша сила в солидарности, ваша сила в взаимовыручке, ваша сила в организованном коллективе. Когда ты знаешь, что завтра за тебя другой придет Вася и будет это проходить. Когда ты знаешь, что Петя завтра за тебя напишет документ, а когда тебя будут уволнять ни Коля, ни Иван, ни, там, не знаю, Мустафа не будут на твоем рабочем месте работать, это уже совсем другое. Это уже понимание своей силы и понимание того, что собственники тебя не задают. Вот это, поэтому вы делаете профсоюз еще раз не потому, что блажь, а для того, чтобы ту способа давления, который на вас оказывает собственник, просто вот так, по мгновению пальцев, с ними разобраться. На этом все. У нас титул сегодняшний разговор. Ну ладно, надеюсь, никто не уснет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях те темы, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали. Помогайте нам донатами и боритесь за свои права. И выскажитесь, если вам не прикольны такие длинные подкасты, будем их уменьшать. Все, обратная связь нам очень важна. Всего доброго.